Абу Хурейра также передает, что одна женщина подметала, темнокожая женщина подметала пол в мечети. И вдруг посланник Аллаха ее не увидел какое-то время и спросил, где она. Тогда сказали, что она умерла, она погибла. На что пророк сказал, почему вы мне не сказали об этом? То есть у посланника Аллаха мы не хотели, как бы она всего лишь уборщица была, как бы твое время тратить, чтобы ты об этом переживал, чтобы ты отвлекался на это. Тогда пророк сказал, покажите мне ее могилу. Сходил к ней на могилу и прочитал за нее саля, джаназа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот такой был гылк, такой был ахляк, качество пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по отношению ко всем людям. Он не разделял богатый, бедный, такой статус у этого человека или такой. Ми'яр аиндаллах. Перед Аллахом, субханах, самый лучший, это тот, кто более набышный. Да, есть среди людей старики, которые покрылись сединой, которые уже у них слабые кости. Маленькие дети, к которым мы также должны относиться к ним. Или те люди ученые, или те люди, которые совершили для ислама благих, много хороших дел. Конечно, мы должны к ним также относиться. Но, иншаллах, если они будут такво, если они будут богобоязненно, набожными, то в первую очередь к таким людям нужно проявлять более такое хорошее отношение. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Не относится к моей уме, не относится к моей общине тот, кто не уважает старого, не проявляет милосердия к малому и не соблюдает право ученого. Раваху тирмиди. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, К возвеличиванию Аллаха относится почтительное отношение к мусульманину, дожившему досидин, знающему Кур'ан и не допускающему неизлишеств, а также почтительное отношение к справедливому правителю Раваху Абудауд.